Приветствую вас. Вопрос касается того, что человек столкнулся с ситуацией, где его добавили в чат бывшие одноклассники, которые хотят общаться, хотят как-то взаимодействовать, но человек в данном случае этого не хочет, но при этом пишет, что несмотря на отсутствие времени у него на это его волнует, что его осуждают, вот, то есть как будто бы человек чувствует себя виноват за то, что не интересуется жизнью. Своих одноклассников. И вот мне кажется таким образом, что речь здесь про определенную неуверенность в себе, про определенное и сложность при попытке на себя опереться. Дело в том, что при взаимодействии с другими людьми для того, чтобы это взаимодействие было комфортным, чтобы оно было приятным. Нужно опираться на себя. Если такой опоры у человека нет или есть, ну, скажем так, с некоторыми перебоями, то, конечно же, возникают определенные проблемы. Поэтому в первую очередь я бы поработал именно с тем, чтобы прислушиваться к себе с тем, чтобы выразить свои чувства, например, когда приглашают в какой-то чат. Вот. Совершенно неважно, какой. Совершенно неважно, кто это делает. Когда такое происходит, как мне кажется, принципиальным моментом является честный ответ на вопрос, хочу ли я этого. И если я это делаю, то почему? Почему? Почему я выбираю делать именно так, а не иначе? Делаю ли я это из выбора? Ну, потому что у меня есть в выборе возможности. Или я делаю это, потому что как-то по-другому не могу. Или боюсь. По-другому. На мой взгляд, это очень важно. Честно ответить себе на эти вопросы. Ну и, как сказали мои коллеги, то, что для одного человека нормально, для другого может быть не совсем нормально. И это вполне адекватно. Потому что люди все, все открытые. И нормы, все нормы довольно относительно. Относительно. Надеюсь, что вы это понимаете. Вы говорите о том, что человек в своем ответе пишет про то, что у него сейчас нет работы, но он занимается хоббием. Он готовится к свадьбе. Вот. То есть хлопот вроде бы как хватает. Но при этом, при том, что хлопот вроде как хватает. Все равно, почему-то этот момент, я имею ввиду момент с одноклассником. Человека все равно задевает. Это, на мой взгляд, повод в некотором смысле пересмотреть свою позицию с тем, относительно того, чем сейчас вы занимаетесь. Потому что вполне может случиться так, что то, чем вы занимаетесь, пусть вам и важно, пусть вам и важно, пусть вам и важно то, чем вы занимаетесь. Но может быть полностью вас это не раскрывает. И вот моя идея заключается в том, чтобы как раз постараться полностью максимально раскрыть то, что вам интересно. Помните раскрыть, раскрыть ваш, что называется, потенциал. Да? Полностью. Чтобы вы чувствовали себя комфортно. Чтобы вы чувствовали себя реализующееся. Реализован, скажем так. Вот. На мой взгляд, это очень и очень важно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова